друзья только что достала яйца вы помните что это за яйца от курицы хохлушки сегодня конец четвертого дня инкубации и я достала эти четыре яйца в них зародыша нет они не оплодотворены друзья и посмотрите как она снесла мне 29 января 30 января потом сделала один день перерыв 1 снесла и 2 февраля вот так курочка несется мои два дня подряд один день перерыв два дня подряд она несет яйца помните да я рассказывал про свою курицу хохлушку которая мне несет яйца и гуляет за пределами курятника но на один час где-то по утрам я ее запускаю в курятник и петушки ее топчат друзья и я решила собрать эти яйца для инкубации и посмотреть оплодотворены они или нет и вот видите они не оплодотворены но вы еще не видите а я уже просто знаю сейчас я вам покажу как выглядит неоплод кто еще не знает чтобы они зря у меня вот здесь вот в инкубаторе не грелись вот только что перевернула яйца друзья я решила эти яйца уже достать а проверяла и ранее оплод в этих яйцах и я уже видела что вроде бы похоже на то что зародыша не туда но так как был маленький еще период развития до зародышей яйца я засомневалась и надеялась конечно что в будущем я увижу здесь зародыш но мне казалось чудо не свершилось петухи мои которые его топтали курицу хохлушку типа это вода они притворялись значит странно по два петуха накидывались на курицу узнать один сначала потол потом другой и что же не делали они свое дело до конца не делали получается яйца не оплодотворены ну вот обидно друзья я хотела получить хохлатых цыплят так но друзья есть надежда может быть у меня вот среди вот этих яиц будет какой-то цыпленок охват и у меня же курочка старушка есть 1 хохлатая но то что от молодушек от хохлатой но вряд ли да здесь есть яйцо я сомневаюсь ну вот будем ждать от курочки старушки цыпленочка вот от молодушки уже в следующей инкубации возможно да я возьму яйцо будем смотреть давайте друзья по-быстрому да я вам покажу вот она сразу видно что она без зародыша и вот такие яйца можно вот так проверяйте вот ведь пустое конец четвертого дня инкубации зародыш должен быть виден его нет вот пустой пустое яйцо пустое друзья вот третье беру по счету пустое и вот четвертое вот так вот не оправдали надежды мы и петухи не оправдали но вот нету как не старайся да нету 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 так друзья давайте я еще вытащу парочку яиц так вот эти два вот вот это так все по три пока чтобы они долго не охлаждались эти яйца я вам покажу как выглядит сорок если он там есть конечно вот друзья я ложу яйцо лежа вот видите сверху паучок сейчас вот так вам покажу вот он вот он вот он наверху вот видно да я кручу яйцо и она плывет пятерочка с нужно вот так смотреть так давайте еще на другом потому что все зародыши друзья разные вот посмотрите так скорлупа темная вот посмотрите какой он красавчик а он слушайте плывет плывет вот так он меняет форму паучок а когда ты мы его вложим лежа да он расплывается этот паучок ну друзья так не видно а вот так видно мне видно вот он вот он вот он друзья так сейчас я вам покажу еще на одном вот здесь он другой вы знаете вот какой большой поплыл-поплыл в паучок ой чтоб не уронить яйцо друзья плыву если яйцо поставить стоя воздушной камерой верта паучок расплывается так давайте так посмотрим так будет видно нет так нам не видно друзья вот так мне видно друзья вот так зародыш вот вот я его вижу а вам я не знаю видно вот ну вот друзья 3 яйца зародыши есть и это у меня 8 м 9 с и 5 с вот так друзья выглядят зародыши в конце четвертого дня инкубации друзья хочу вам показать вот это яйцо посмотрите его крестиком пометила сейчас я достану посмотрите это яйцо оно оплодотворенное но зародыши вот как паучка такого да я не вижу я просто вижу как будто бы вот какой-то знаете вот такой кровеносный сосуд это вот он один давайте так положу вот вот такая вот как запятая знаете но и с другой стороны то есть как вот такое идет кружочек так в общем паучка здесь я не вижу и не знаю то ли он замер да то ли такая начальная стадия образования зародыши но видео какие зародыши других яйца я делаю вывод что это яйцо она толку с этого яйца не будет я пометила конечно это яйцо повторюсь крестиком еще понаблюдаю пару дней и скорее всего я его вытаскивать буду с инкубатора ну крест я на нем уже поставил то есть него с этого яйца толку уже не будет мне здесь 3 яйца я хочу вам показать яйцо самая свежая единичка двоечка и всем к семидневной давности вот посмотрите как выглядит зародыш вот смотрите какой паучок он какой поплыл большой большой вот он вот так я по-быстрому друзья потому что остужать на этом этапе яйца долго нельзя вот вот он вот он ведь вот он двухдневной давности яичко да а это недельной давности вот он какой паучок он ведь как вы здесь большой да и какой он тут принципе тоже положено место друзья потому что на этом этапе развития нельзя охлаждать долго яйца их вообще нельзя сейчас охлаждать поэтому друзья я и быстро просмотрела все уже причем вам показала такие более светленькие давайте раз уже сюда залезла я хочу вам показать вот эти яйца которые у меня вот они так что которые они вот такие вот темные и большие вот оно какое яйцо большое друзья и из тонны скорлупой но не знаю будет видно или нет но зародыш и друзья вот в этих яйцах во всех с такой величиной есть есть вот он зародыш конечно вам не видно да но мне прекрасно видно то есть эти яйца оплодотворены вот такие вот большие большие тяжелые друзья они все оплодотворены петушки и молодцы любят таких курчик которые несут мне такие яйца большие друзья спустя два дня вот это яйцо помеченное с крестиком я еще раз проверила и сейчас хочу показать вам как выглядит сородыш в этом яйце если он есть или же что здесь вообще происходит вот смотрите видите не зря пометил это яйцо вот а крестиком вот то есть если паучка нету вот на четвертый день да я проверяла же паучка здесь не было как других яйцах значит это меня уже насторожило и посмотрите видите уже образуется вот такое как кольцо кровяное то яйцо оплодотворенное вот но что-то пошло не так вот и и зародыш здесь не смог развиваться нормально и получается здесь в яйце вот уже кольцо кровяное вот образуется видите с одной стороны и с другой стороны вот такое все друзья это яйцо естественно вытаскиваю с инкубатора ну вот 8 м от браковы